Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня вы узнаете рецепт уникальнейшей маски для кожи вокруг глаз. Эту маску можно сделать в домашних условиях. Эта маска очень быстро, эффективно разгладит даже самую дряблую, даже самую вядающую кожу под глазами. Маска также очень хорошо осветляет темные круги вокруг глаз, разглаживает гусиные лапки, очень хорошо уплотняет кожу и морщины после всего лишь одной этой маски станут менее заметными. Так что видео будет полезным, информативным. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И давайте приступим. Для приготовления этой маски понадобится 1 столовая ложка разогретого сливочного масла. Не доводите масло до кипения, просто разогрейте до вот такого состояния. Если у вас есть топленое сливочное масло, можно использовать также и его. Обязательно соблюдайте порядок приготовления маски. Соблюдайте последовательность добавления каждого ингредиента, потому что от этого зависит качество маски и, соответственно, от этого будет зависеть тот результат, который, конечно, мы ожидаем. Перед применением маски обязательно проверяйте свою кожу на аллергенности. Если у вас есть аллергия на какой-то из компонентов, которые входят в состав этой маски, либо замените, либо просто откажитесь от этого ингредиента. Итак, на 1 столовую ложку сливочного масла нам понадобится 1 столовая ложка либо косметического масла, либо масло оливковое, либо подсолнечное масло, либо то масло, которое мы вместе с вами делали. Это розовое косметическое масло из лепестков роз. Кто еще не знает, как это делается, обязательно посмотрите видео о том, как в домашних условиях сделать косметическое розовое масло. В плейлисте масла, которые вы также можете сделать дома самостоятельно, без затрат. Итак, в сливочное масло я добавляю 1 столовую ложку оливкового масла. Затем я добавляю 1 столовую ложку рисовой муки. Рисовую муку можно заменить на обычную пшеничную муку, также можно заменить и на овсяную муку. Мука дает очень хороший скрепляющий эффект. В частности, рисовая мука очень хорошо осветляет кожу. И если у вас есть темные круги под глазами, то рисовая мука очень хорошо смягчает и одновременно делает кожу вокруг глаз более светлой. И затем начинаем все хорошо вмешивать. После добавления каждого ингредиента, не торопясь, обязательно тщательно перемешивайте все компоненты. От правильности применения, от тщательности смешивания и от того, насколько хорошо все ингредиенты между собой взаимодействуют, зависит и конечный результат. Всегда про это помните. Следующим очень важным ингредиентом для приготовления этой маски нужно добавить 1 столовую ложку дрожжей. Дрожжи можно взять как сухие, так и дрожжи в брикетах. Если у вас дрожжи в брикетах, то воды добавлять не нужно. Для этой маски лучше подходят именно вот такие быстрые сухие дрожжи. Обязательно посмотрите, как правильно ввести именно дрожжи в эту питательнейшую маску. Берем еще одну емкость, добавляем 1 столовую ложку дрожжей. Затем добавляем сразу следом 1 столовую ложку обычного жирного молока, либо очень жирных сливок. Если сливок у вас нет, можно заменить либо йогуртом, слегка разбавив водичкой до полужидкого состояния, либо добавить разведенную таким же образом сметану. Затем начинаем все хорошо перемешивать. Доводим дрожжи именно до состояния консистенции очень густой сметаны, так, чтобы дрожжи хорошо растворились, хорошо подошли. Так как у меня дрожжи быстрые, то практически в момент смешивания уже идет реакция, и в момент смешивания уже практически дрожжи хорошо растворяются, и идут вот такие вот уже прям пузырьками. Быстрые дрожжи, они очень удобны в применении, продаются в обычном продуктовом магазине, можно брать просто маленькие пакетики, там и практически 1-2 ложки. Также можно взять и вот в любой форме выпуска. Затем смешать нужно два этих компонента. Смешиваем именно в масло, добавляем сами дрожжи, и затем все хорошо перемешать нужно. Если дрожжи у вас плохо подходят, то дайте примерно 5 минут на то, чтобы дрожжи подошли, и на то, чтобы консистенция была именно вот такая, удобная для смешивания. После добавления дрожжей нужно все очень тщательно перемешать. В момент того, как в процессе приготовления этой маски масло сливочное стало подостывать, и консистенция получается более густая. После того, как вмешали дрожжи, обязательно добавляйте в эту маску и 1 столовую ложку перекиси водорода. Пероксид, либо 3% перекись водорода, также очень эффективно будет и осветлять кожу, и одновременно дезинфицируя кожу, верхний эпидермис кожи будет более очищенным, и проникновение питательных ингредиентов будет более ускорено и более эффективно. Я использую пероксид, можно взять 3% перекись водорода. Если у вас нет 3% перекиси водорода, то можно взять 6% и развести один к одному. Добавляю 1 столовую ложку перекиси водорода. Добавляю, не смешивая, сразу добавляю касторовое масло. Касторовое масло нам понадобится в количестве 3 капель. Касторовое масло очень хорошо уплотняет кожу, также очень хорошо увлажняет и хорошо смягчает. Добавляю 3 капли касторового масла. И только после того, как добавили касторового масла, начинаю все хорошо перемешивать. Эта маска по своей консистенции очень приятная. Она легко наносится. Если у вас очень сухая кожа лица, кожа шеи, кожа зоны декольте, то эту маску можно также наносить и на все лицо. Маску эту можно хранить в холодильнике до 5 дней. После того, как очистили кожу лица, эту маску нужно наносить по кожным массажным линиям. Если вы наносите эту маску на лицо, если маску эту наносите на кожу вокруг глаз, то наносить ее нужно в 3-4 слоя. То есть после нанесения первого слоя дать 1-2 минуты на впитывание и на легкое подсыхание этой маски. Следом наносим второй слой, также даем ему подсохнуть и наносим последующие слои, давая каждому слою на подсыхание примерно 1 минуту. Маска эта, когда вы нанесли уже последний слой, в конечном результате будет ложиться очень плотным толстым слоем, что будет очень эффективно влиять на эпидермис кожи и тот же омолаживающий эффект будет более эффективен. После нанесения маски нужно дать 20 минут на впитывание этой маски. Если вы нанесли маску на все лицо, время нахождения этой маски тоже должно быть в размере 20 минут. И после истечения этого времени маску нужно смыть сначала теплой водой, затем ополоснуть кожу лица, либо кожу вокруг глаз прохладной водой и нанести увлажняющий или питательный крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. Всем всего хорошего, а с вами была Оксана, а всем пока-пока!